Добрый день дорогие мои друзья, с вами Евгения, привет огромный вам из Крыма и сегодня я продолжаю свое видео прогулка по Алубке, я взяла палочки и со своими палочками пришла в центр это по расстоянию примерно 2 километра и сейчас я нахожусь, посмотрите обязательно мой первый фильм там у нас печальный сюжет о состоявшемся, недавно постигшем несчастье, о пожаре 18 марта я вот только сейчас выбралась сходить и показать вам последствия ну а дальше я пошла в Воронцовский парк, это прям тут же рядом, я спускаюсь по лесенке и вот посмотрите что сегодня мне удалось увидеть, это будет прекрасный сюжет, особенно красные цветущие айвы, кусты поэтому досмотрите обязательно друзья до конца, это видео поднимет вам настроение и наполнит вас энергией я думаю что вы испытаете приятные эмоции, а ведь самое главное в нашей жизни это приятные эмоции, которые дают нам силы жить Воронцовский парк ведет несколько входов, есть исторический, старинный вход, потом через какой-то санаторий и можно вот со старинной улочки Алубки еще один вход ну и также друзья со стороны моря тоже можно и войти и зайти и как раз я вот там буду продолжать свои фильмы, очень много интересного вам покажу, как я потом выхожу на набережную ну вот это старинные конюшни кажется, воронцовские, еще остались с тех времен, не знаю что в этом доме, но вот меня поражает всегда вот это дерево это платан мне кажется, да, он посмотрите удивительный просто, это ж надо такое выросло естественно друзья это платаны помнят воронцовых те времена, потому что этому дереву конечно уже 200 лет точно наверное есть но в бытность воронцовых конечно все деревья выглядели не так и мы должны себе представлять, что это привозили и привозили вазами всяко разной поездами, там железной дорогой из Европы, из теплых стран, из Италии, в основном Испании привозили множество растений ну вот здесь фонтан Трильби, у меня есть такой фильм, об истории этого фонтана я рассказываю вставлю вам обязательно наверху подсказочку, ну вот друзья красота, просто вот подходишь, встал и стоишь и не хочется даже с места сойти такая красота, ну слава богу сейчас все подстрижено, видите вот в общем формы эти различные шары и прямоугольные формы все как бы в хорошем состоянии, где парадные залы и как бы самая первая часть парка, она конечно всегда прибрана ну а чем ниже спускаетесь к морю, тем конечно уже там меньше убирают и меньше это все ухаживает обо всем ну и давайте послушаем друзья, можно бесконечно стоять у текущей бегущей воды и слушать эти звуки вот я знаете всегда удивляюсь, как люди какое-то радио включают, по телефонам говорят на море придут, какие-то динамики еще приносят, но это безумные люди, просто безумные когда мы свою психику, свой мозг очищаем и свою душу, вот именно этой тишиной этот, птички щебечут, какие-то знаете, дятел был на дереве и вот эта барабанная дробь дятла, я вот бежала там, кралась, чтобы не спугнуть его мне удалось снять дятла, я потом вам скажу, покажу, потому что это все-таки далеко он высоко на дереве сидел, вот эти звуки, это лечение нашей с вами души поэтому какая музыка, какие, ну может быть классика, которая звучит, вот вальсы Шопена на хоздворе, и то, друзья, настолько деликатные эти звуки, они вот динамики как-то там где-то в глубине стоят, это очень мягкие и приятные звуки то есть в Воронцовском тоже, и в Ливодийском дворце тоже классическая музыка но вы знаете, она так органично вплетается вот в эти красивейшие пейзажи и, конечно, я не понимаю людей, которые какие-то искусственные звуки вносят в те короткие моменты, которые нам удается с вами выгородить, выделить в своей жизни для отдыха поэтому будем слушать тишину, плеск моря друзья, это бамбуки, вот сейчас вы видите я иду по своей знакомой аллейке это бесстыдница земляничное дерево ну говорят, что это эндемик но вот и есть сведения, что его все-таки привезли и оно расселилось у нас вот здесь климат очень подошел но я-то иду, друзья, посмотрите куда я знаю, это место единственное, где цветут красные айвы это кустарник, он не плодоносящий, а просто декоративный вот такой это тоже моя мечта я вот сейчас после реорганизации в своем саду надеюсь, что мне удастся вот новые раздобыть всякие растения и уже посадить их на постоянное место ну вот здесь рассадник такой я поняла, что это типа питомничка юг тоже посмотрите, вот какая красота видимо отсюда берут и высаживают и вот посмотрите, я иду, и иду я знаю, что я приду сейчас и будет волшебство потому что даже для нашего Крыма ну и конечно и Петри тут со всех сторон друзья, вот в этом году здесь как-то нет нарциссов и вот сейчас я подойду это известная пинея, которая на входе встречает вот через вход, где много торговых различных павильонов с той стороны, когда идешь пинея, оттуда она еще более выигрышна ну а я все держу свой путь и иду, и подойду сейчас вам покажу долго и долго буду показывать эти сказочные цветы японской айвы ну вот такой кустарник это конечно все, друзья, привозное но я пробовала несколько раз пыталась черешками рассадить а сейчас вы видите это сирень такая не помню, турецкая по-моему сирень называется такие странные остовы летом-то вы видите, они все в листве и вот у них интересные очень стволы ну и вот, друзья, вот этот ореол небольшой полукруг ну сказочно просто дело в том, что они уже немножечко отцветают конечно, к сожалению я пришла со своими палочками ну и конечно, немножечко уже цветочки некоторые отцветают это же длится недолго все это чудо, которое нам дарит с вами природа и возможности жизненные побыть здесь это все так скоротечно мы всю зиму ждем вот этого цветения ну, друзья, я вам должна сказать что в этом году в связи с холодной весной не такой, знаете, неласковая весна какое-то цветение не такое пышное я просто помню эти кусты гораздо более красные и большее количество цветочков да я вообще вижу по всем деревьям у нас все-таки как-то весна холодная еще даже, знаете, сорняков вот обычно травы весной очень много тут в моем саду я смотрю, что даже и немного даже сорняки еще маленькие потому что ночи холодные были но насладитесь красотой этой удивительно, правда, вот как в жизни бывает в основном розовые и белые деревья но бывает такая экзотика вот так же и люди наверное, в нашей жизни бывают какие-то вот необычные люди с необычными какими-то способностями ну, это все, все, что так прекрасно оно, в общем-то, и редко, конечно редкость большая ну, конечно, стояла, смотрела каждый пестик там, лепесточек разглядывала я вообще люблю где-то вот успокоиться потому что я живу динамичной жизнью делаю все быстро очень натура у меня такая и я вот себя торможу постоянно что нужно встать нужно посмотреть в чашечку цветка полюбоваться как там устроены эти потому что, ну, все, в основном люди мимо, да цветок, ну, и дальше побежали а вот хочется, знаете, это черпать оттуда и наслаждаться, и наполнять себя ну, конечно, это пиния у нас их много это, ну, вот, да, сирень вот тут вот видите, это вот эти стволики странные пиния у нас их вообще много это итальянская пиния сосна из которой сделан пиноккио буратино даже сказка называется пиноккио ну, а желтые цветочки вот сейчас были это была калужница у меня тоже в саду она растет такая влаголюбивая ну, и, друзья, конечно куда не повернешь голову вот такая везде красота и хочется замереть просто это еще, вы знаете вот я очень люблю зимнее время вот это вот не сезон когда не туристический потому что есть возможность просто одной побыть когда человек один со своими мыслями он так приводит все, друзья, в порядок это как музыкальный инструмент знаете, подкрутить все колочки вот эти вот струны натянуть внутри себя настроить свой внутренний инструмент поэтому общение тоже оно ведь должно быть очень дозировано просто теперь динамичная современная жизнь человек практически не бывает один вот подумайте об этом чтобы побыть одному в тишине может быть это какая-то чудесная классическая музыка да, кстати вот тут вот был дятел я что-то тут даже и не заметила ну дальше я по парку шла и наконец-то я пришла, друзья, к нашей магнолии которой более ста лет она еще в бутонах она еще не цветет ну что я вам хочу сказать что почему-то у нас этих деревьев нет хотя климат здесь подходящий вполне они очень дорогие честно сказать конечно небольшой саженец 6-8 тысяч стоит ну может быть в питомниках где-то поискать я еще вот не занималась с этим вопросом потому что я тоже в принципе хочу посадить в своем саду ну вы видите это какое дерево огромное вырастает ну маленький саженец ну в течение десяти лет он конечно может быть до двух метров вырастет это уже знаете вековые нам не увидеть ну а теперь друзья смерть магнолии у меня снят фильм я специально ходила во время шторма в январе рухнула двухсотлетняя магнолия которая видела еще воронцовых и они при них была посажена ну и теперь конечно красоты архитектуры это невозможно пройти мимо пробежать хочется я специально поднялась и вошла через вот эту тюдоровскую арку потому что это чисто английский стиль эпохи тюдоров 16 век Англия дело в том что отец воронцова был послом в Англии от Российской империи и вот он вырос ребенком в Англии и в дань памяти и уважения Англии он построил ну и любви конечно безумной потому что это невозможно не любить это в твоем сердце на всю жизнь остается и вот он построил в этом стиле но южный фасад друзья в восточном стиле это такая эклектика это опять уважение местному населению у нас тут крымские татары местное население и вот южный фасад восточный это друзья какая-то импортная фирма я первый раз в жизни вижу такие леса идет реконструкция но он конечно постоянно дворец требует ухода и там в общем часто бывает неблагополучно то с крышами то с кровлей то еще с чем-то в общем я знаю что часто реставрационные работы это конечно безумные деньги стоят все но я хочу вам сказать что я была в Англии когда моя дочь работала долго я приезжала в течение ну на полгода где-то и я вам хочу сказать что конечно мы посетили основные такие вещи она жила под Лондоном недалеко фирма располагалась и мы конечно были в Винзоре Винзор это наш маленький воронцовский дворец это как ну наверное одна двадцатая часть вот Винзор где живет королева на выходные приезжает ее резиденция и она абсолютно вот идентична вот этому дворцу только дворец наш крохотулечка по сравнению с Винзором который это целый город но архитектура ну вот просто даже детали совпадают все вот эти трубы каминные вот эти которые вы сейчас видите вот это просто ущипните меня я когда в Винзоре была мне казалось что это я в Воронцовском дворце нахожусь но для нас это большое сокровище для нашей страны вы же знаете у нас практически ничего нет не сохранилось никаких дворцов усадеб или они в ужасно плачевном состоянии как-то вот в нашей стране это ничего революция все разрушила но это вы без меня все знаете поэтому это особое сокровище вот России то что у нас есть такие дворцы Ливадийский Массандровский Воронцовский ну и конечно поменьше это Дюльбер это дворец Паниной это все находится буквально в 10 минутах езды от моего дома это все рядом ну вот Массандра пожалуй подальше а Ливадия вообще 15 минут не доезжая до Ялты то есть если вы приедете друзья я сдаю бюджетное жилье будет ссылочка будут телефоны внизу так что друзья всех ждем летом на отдых ну а я хочу вам сказать что это второй фильм моей прогулки по Алубке будет продолжение ну а с вами как всегда была ваша Евгения друзья и до новых прекрасных встреч